Представляем рубрику концентрат мысли по автомобилю УАЗ Хантер который вот очень похож на 469 УАЗ и на УАЗ 3151 и дальше куча циферок Я на этой машине не ездил лет 10, а первое знакомство с Хантером было в общем-то достаточно скандальным потому что мы взяли две машины на тест, когда я работал в журнале полный привод 4х4 проехали ну что-то там около 800 километров туда-обратно до Костромы и назад и у нас в среднем они ломались каждые 40 километров и одна из них даже пыталась сгореть вот, с тех пор у меня в общем-то нет дипломатических отношений с УАЗом потому что мне пришлось об этом все написать ну и соответственно сами понимаете, что представительства рада не было говорить о внешности УАЗа практически бесполезное занятие потому что человека, который не представляет, как выглядит УАЗ, наверное, в нашей стране найти невозможно у каждого человека так или иначе связаны какие-то переживания с этим автомобилем кого-то в детстве неудачно покатали, кого-то наоборот удачно покатали кого-то эта машина спасла и вывезла из деревни в больницу кого-то наоборот она утопила в болоте и человек еле оттуда вышел пешком в общем истории про УАЗ на самом деле в народе ходит просто какое-то огромное количество и они сами по себе уже стали на самом деле таким народным фольклором но перейдем от слов к делу говорить о ходовых качествах УАЗа точно так же достаточно сложно потому что все знают, что это козел козел именно в плохом смысле слова потому что он скачет, подпрыгивает и вытрясает душу когда люди придумали вот этот вот странный ребрендинг и из УАЗа 3151 они сделали УАЗ Хантер на самом деле это была как раз попытка очеловечить автомобиль который был разработан в 70-х годах а корни его идут практически со времен войны соответственно у Хантера передняя подвеска пружинная и стоит другой мотор уже нежели чем у старых козлов другие мосты и другая коробка коробка понятное дело корейская то есть автомобиль уже не полностью отечественный вот моторчик инжекторный, бензиновый не помню сколько, по-моему 2,7 литров кстати говоря везет он очень замечательно то есть это было некое откровение сейчас во время этого теста что мотор имеет определенную динамику и автомобиль разгоняется то есть на нем даже не страшно выйти на обгон другой вопрос то что крейсерские скорости на УАЗе лежат в диапазоне от 60 до 90 км в час он конечно может разогнаться до 140 но после 90 на нем ехать уже просто некомфортно говоря про эластичность мотора могу сказать что автомобиль очень удобен в таком вялой текущем трафике потому что он понятное дело что очень легко трогать с первой передачи катится совершенно спокойно на холостых и там какие-то повороты достаточно крутые можно проходить там вплоть до третьей передачи спокойно он не дергается, не глохнет ну в общем едет совершенно нормально что мне лично нравится в данном двигателе в бензиновом моторе это то что автомобиль динамичный у него верховой характер тахометра его здесь нет поэтому я так подозреваю что где-то в районе там трех наверное тысяч оборотов у двигателя проявляется очевидный подхват и подхват очень такой впечатляющий то есть больше мощности вот именно такой вот ездовой мощности для Хантера честно говоря не нужно потому что шасси уже будет не соответствовать мотору и по этой причине можно сказать что Хантер абсолютно сейчас гармоничен и достаточно у нас справа смотрите объезжает грузовик потому что он динамичнее оказалось впереди пошла и на Финити МХ-35 М35Х полноприводная и мы ее начинаем сзади немножечко нервировать потому что со скоростью у нас все с вами хорошо видите мы с вами спокойно обогнали инфинити на спидометре сейчас 104 км в час не на спидометре а на телефоне вот а на спидометре 160 так что если верить спидометру мы вообще чокнуты абсолютно вот это при сбросе газа так орет раздатка у нас автомобилем достаточно тяжело управлять то есть такая плавная дуга и мне постоянно приходится подруливать скорость 115 звуки впечатляют да то есть такое ощущение что сейчас все развалится ну все наш спецучасток закончился впереди опять какой-то светофор и мы с вами сможем поговорить в теплой тихой уютной обстановочке вот данный автомобиль взятый мной просто на прокат на котором я уже проехал больше тысячи километров пока что особо ничем не расстроил но по мелочам конечно же он досаждает например вчера на заправке у нас развалилась на две части пробка заливной горловины вроде бы мелочь да вроде бы это какие-то там я думаю что рублей 200 в магазине запчастей но при этом маша от машины сейчас воняет бензином как будто у нас пробитый пак потому что машина качается бензин плещется и он естественно оттуда немножечко выливается поэтому около машины лучше не курить потом у автомобиля проблема но такая традиционная уазовская проблема что всю зиму вам приходится мучиться с кнопками дверей они обмерзают замерзают там перемерзает вода внутри и кнопки не работают поэтому у меня с собой в машине лежит мачете оно с одной стороны позволяет где-то рубить какие-то ветки если упало впереди еле а с другой стороны это позволяет закрыть двери потому что постукивая чем-нибудь тяжелым по дверной ручке дверь все-таки захлопнется также здесь достаточно специфическая печка здесь есть только включение печки включение включить ее или выключить ну и соответственно два режима по скорости оборотов вентилятора при этом когда становится на улице холодно если не мороз то по крайне мере отрицательная температура градуса наверно 3-4 мороза а в салоне вдруг становится холодно температура всего 70 градусов соответственно мы понимаем что термостат при таких показателях вряд ли открывается в борьбе за тепло в салоне мы нашли на помойке картонку что уже само все приключения приключения вы понимаете что современный человек который может себе позволить купить машину по помойкам обычно не лазит но мы лазили значит нашли картонку поставили мотор вдруг начал перегреваться ну как бы не кипеть но уже как-то страшненько стало взяли мачете подрезали картонку подрезали слишком сильно потому что он перестал нагреваться и стало опять холодно взяли другую картонку вставили картонку и стало вроде бы более-менее нормально но все равно недостаточно то есть хотелось бы какого-то дистанционного управления картонкой в данном автомобиле у меня спина сейчас через три дня езды болит со страшной силой и я честно говоря не хочу даже представлять что ощущают люди у которых спина больная или например у них грыжа как-нибудь межпозвоночная вы же наверняка видите на своих голубых экранах что когда я поворачиваю руль вправо я задеваю за ногу а вот эта вот рука, извините, у нас тут почки поэтому немножко будет прыгать у вас изображение а правая рука у меня, например, упирается в ногу а нога при этом повернута совершенно неестественным образом потому что при своем росте метр девяносто я совершенно сейчас остановлюсь чуть-чуть я совершенно не могу отодвинуть сиение дальше сиденья, которые сюда поставили автопроизводители это просто такой типичный пример того, что на заводе просто ненавидят своих покупателей просто ненавидят вот при такой посадке ездить в пиццу нельзя, понимаете? человек, который покупает Хантер он рассчитывает на проходимость проходимость по современным меркам у Хантера невысокая так как у него маленькие колесики скромный дорожный просвет из-за маленьких колесиков опять же так как у него свободные дифференциалы нет ни блокировок, ни самоблоков ни электронных ассистентов автомобиль может застрять там где другие, в общем-то, проедут достаточно легко причем гораздо более гламурные автомобили в наше время есть куча тюнинга и если вы ставите колесики побольше то есть и главные пары причем не отечественного производства и киты в раздатку поэтому Хантер строить, в общем-то, в наше время стало гораздо проще, чем это было раньше когда на УАЗ не было либо ничего либо это было бы очень посредственного качества я помню, мы ездили на соревнованиях на разведках, на старых УАЗиках я всегда поражался тому что его очень сложно засадить окончательно то есть вот он вроде бы уже застрял но еще чуть-чуть шатается и ты его раскачиваешь, раскачиваешь он ревет, там весь искрит уже, дымится но все равно он так или иначе разбивает яму и выезжает то есть я это всегда называл таким УАЗовским феноменом вот к Хантеру это уже не относится все-таки спайсеровские мосты с достаточно небольшим дорожным просветом вот эти вот карликовые колесики, которые вы видите они работают, естественно, против проходимости ну и вот эта офигенная защита рулевых тяг, которую мы видим она меня за последние два дня дважды подставляла она работает как гарпун то есть ты куда-то вваливаешь и назад выехать уже не можешь потому что она тебя просто удерживает кстати говоря, на Хантере, в отличие от старого козла раздатку не вышибает вот я очень хорошо помню что когда мы ездили в трофи-рейдах на УАЗах а у меня была такая страница в биографии в особо таких решительных моментах когда надо было куда-то прорваться я как штурман держал рычаг раздатки рукой чтобы не вышибло потому что если вышибет, то ты не долетишь и, соответственно, придется лебедиться а здесь не вышибает и зато спасибо а вы говорите, что у вас не становится лучше сгадания становится просто не каждый человек знает, что было раньше раньше было хуже что садится не может так а как что садится что садится а у а и а и а и а а а а и а а а и а вот именно в таких ситуациях у вас от конечно сила все-таки спереди у данной машины стоит железный бампер по сути это прирожденный лет до кол я лично рассматриваю hunter как автомобиль либо для того чтобы ездить на охоту на рыбалку или вот на какие-либо покатушки либо его вообще не рассматривать то есть это орудие ближнего боя на нем он должен жить где-то рядом с вашим домом когда нужно добраться до какого-то доступного места нужно понимать что у hunter как и у большинства уазов достаточно низкий ресурс есть конечно люди среди читателей моих блогов которые умудрились на хантере проехать по 250 тысяч километров как у них это получилось я не знаю хотя приличные переписки они говорят что у них очень мало что там сломалось за это время и машина показывает себя как достаточно надежная причем есть такие же отзывы и по патриотам но точно также есть отзывы когда машину покупают она сразу рассыпается то есть у вас это автомобиль с которым должно повезти это очень важный фактор поэтому проверьте насколько у вас счастливая карма насколько вы вообще везучий человек в жизни если везучий то вам и с уазом повезет а вот если карма хромает все-таки купите лучше что-нибудь более надежное хотя бы двадцатилетнюю toyota